итак приветствую всех дорогие друзья с вами я ореха лодина и канал неизвестный фэн-шо сегодня мы продолжаем нашу тему связанную с сыроедением потому что лето потому что много ягод много новых фруктов овощей естественно после зимы когда мы ели все вареное когда когда мы были в каком-то таком пассивном состоянии тут солнышко пригрело дало нам немножко жизненных сил и естественно нам хочется жить радоваться и видя вот это все изобилие хочется естественно питаться как можно чаще именно свежими ягодами свежими овощами фруктами и так и как раз наша тема связана с сыроедением показывает нам многие заблуждения связанные с этим и всем ли хороша эта диета связана с сыроедением всем ли хороши очень часто использование но ягод фруктов овощей в свежем виде мы уже эту тему начали если вы что-то не видели вы можете посмотреть на моем блоге ткм.динарехова.ру там все записи наших встреч сегодня тема немножечко другая связана с тем что мы пьем так как на многих интернет ресурсах связано с похудением я очень часто вижу такие посты рекомендации что утром как только вы не успели проснуться сделайте себе стакан воды выжмите туда лимонный сок или возьмите свежий апельсин сделайте себе фреш свежевыжатый да и вот это вода или вот этот сок дает вам силы дает энергию и плюс от этого вы очень быстро можете сбросить лишние килограмм очень часто вижу я такие посты что же на самом деле на самом деле сколько вокруг меня людей которые эти рекомендации используют среди них очень мало тех которые реально худенькие вот понаблюдайте уже выпито столько стаканов сока уже выпито столько стаканов воды с лимоном и куда-то все прорву ничего не помогает и килограмма не уходит в чем же подвох то здесь и когда я недавно с одной своей приятельницы зацепилась по этому поводу она мне так и сказала слушай но ведь в интернете про это пишут я уже очень много лет именно начинаю утро с того что я беру стакан воды пожимаю туда лимонный сок считая что это реально хорошо давайте вспомним о том о чем мы говорили в прошлый раз в прошлый раз мы говорили с вами о том что у нас все продукты подразделены под разные элементы да у нас есть в китайской метафизики в том числе китайской медицине и диетологии пять элементов это дерево огонь земля металл и вода и соответственно есть пять групп продуктов которые относятся к той или или иной группе элементов употребление которых несет нам ту или иную пользу которые желательно используют тот или иной сезон и соответственно у них у всех своя задача и своя основная особенность так вот в прошлый раз мы с вами говорили о том что многие сырые ягоды фрукты и многие овощи относятся у нас к элементу дерева и основная особенность элемента дерева в чем она задерживает жидкость в организме помните я вам говорила что дерево она уже пьет воду и когда она видит эту воду то она своими корешками подтягивает это все в себя и у нас получается в организме излишки этой жидкости и за счет этой жидкости мы набираем лишний килограмм потому что лишние килограммы бывают не только за счет жира но бывает еще за счет жидкости именно как раз для всех худеющих которые пьют у нас сок свежевыжатый апельсиновый например да или лимоновую воду вот эту лимонную что происходит происходит обратный эффект вода остается в теле мы сами это делаем и килограммы наши почему-то не убавляется все достаточно просто объясняет китайская медицина и китайская диетология и как только вы уберете из своего утреннего рациона вот эти напитки у вас заметно начнутся улучшения потому что жидкость не будет задерживаться и соответственно многие килограммы будут уходить вам будет приятно став на весы увидеть что у вас вау минус столько-то килограммов это будет уходить у нас лишняя жидкость и теперь когда вы у вас станет вопрос что с утра стакан с свежевыжатым апельсиновым соком или стакан воды с лимонным соком вы уже будете взвешивать ага не хочу я набирать лишнюю воду не буду я с утра это использовать вы будете понимать пользу этих напитков для конкретно вас а что же пить до с утра натощак да вы только проснулись самое лучшее когда вы только проснулись это простая вода не минеральная как очень многие используют минерально откладывается солями она лечебно считается и не нужно ее пить постоянно простая вода желательно не холодная не ниже комнатной температуры а лучше вообще чтобы она была теплой даже горячей проснулись выпили пол-литра воды через какое-то время можно спокойно завтракать и так сегодня мы познакомились тем какая польза кавычка свежевыжатого с фреша с утра или воды с лимоном с утра и что на самом деле полезно какая вода должна быть первой выпита в тот момент когда ты проснулись следующий раз мы будем с говорить снова про сыроедение и почему сырая еда табу для завтрака об этом следующий раз если была тема интересно ставьте нравится ли ставьте лайк и также подписывайтесь на наш канал чтобы быть в курсе всех новинок видео с вами была я дина орехова и канал неизвестный коншуй до новых встреч